Итак, всем привет, друзья! Это канал Накаченные Колеса. В этом выпуске мы продолжим тему промывок. Как вы уже видели из предыдущего выпуска, где мы очищали свой двигатель промывочными маслами, но он оставался, двигатель оставался все равно грязный. И я предложил о том, чем бы почистить этот двигатель, димексидом или соляркой. И больше всех людей склонялись к тому, чтобы я почистил двигатель с димексидом. Но я решил провести два эксперимента. Промыть его димексидом и промыть его соляркой. Для того, чтобы достичь максимального эффекта. Многие писали в комментариях, что я предыдущими своими тестами только приблизил капиталку двигателя. Но я вам, друзья, так скажу. Этому двигателю уже 11 лет, и на 120 тысячах мы поменяли приборную панель, и сейчас на приборной панели 120 тысяч. То есть он прошел уже больше 240 тысяч. И все хорошо, двигатель ездит отлично, нужно просто менять вовремя масло. Как вы увидели, распредвал в прекрасном состоянии. Сегодня вы видите, как поживают вкладыши на каленвала. И я вам так скажу, что этот двигатель переживет еще многие ваши, и будет ездить без капиталки. Все, что мы делали в предыдущих выпусках или сегодняшних, это делается для того, чтобы, во-первых, проверить это все на себе, чтобы знать, что будет, если промывать двигатель различными средствами. Ну и для того, чтобы вы знали, стоит так делать или нет. Ну и тесты всегда дают какие-то результаты, которые нам пригодятся в будущем, в дальнейших наших выпусках. Ну, как вы знаете из других видео, что димексид смывает краску с поддона. И я решил опередить действие димексида в двигателе и снять краску заблаговременно. Заодно проверить, может ли димексид работать, как смывка старой краски. Я наполнил маслом полный поддон и залил туда 4 пузырька димексида. И все перемешали. Оставили на 9 часов. Димексид периодически подогревал промышленным феном. И после того, как я проверил, ничего не произошло. Даже после того, как я залил чисто димексид, тоже ничего не произошло. А как же эти видео и рассказы о том, что димексид через некоторое время смывает старую краску? Ну, видимо, краска была слишком новая, что он ее не смог смыть, я не знаю. И пришлось применить смывку старой краски и очистить поддон практически идеально. До блеска. То есть просто так краску димексид не смывает. И все, с этим поддоном направляемся в гараж. Но прежде чем мы поедем в гараж, я хотел бы рассказать вам одну новость про игру Викинги. Все уже слышали про эту игру, и к Новому году Викинги проводят конкурс и дарят подарки. Они разыграли уже 26 айфонов и 11 макбуков. И в этот раз главный приз это 2 айфона XS. И супер приз. Это что-то интересное и большое. Ведь Викинги это те самые ламповые стратегии РПГ 90-х и 2000-х годов, которые мы так любили залипать. Я вот, например, любил играть в стратегии Варкрафт или Казаки. А теперь это все доступно на вашем мобильном. Качайте Викингов именно сейчас по моей ссылке, и вы получите 200 голды и бесплатный щит. Условия конкурса очень просты. Хотите получить айфон XS, скачайте Викингов по ссылке в описании и дадите до 10 уровня, дворца. А чтобы выиграть главный приз, просто достигните самого высокого уровня до конца месяца среди остальных участников. Розыгрыш состоится 4 января. Все подробности, как забрать свой приз в группе ВК, ссылка также будет в описании. Итак, опять приехали к ребятам в гараж. Кстати, димексид почему-то взялся кристаллами, я не знаю, он как будто замерз. Все, кто знает почему такая фигня произошла, хотя он лежал в прессовой температуре. Демонтирую поддон, чтобы поменять его на новый. А я тем временем отогреваю димексид. Я не знаю, что с ним случилось, просто взял и кристаллизовался. То есть он теплый, но он кристалл не пошел. Не знаю, что это такое. Вроде как, когда его отогреваешь, он становится жидким. Ну, вот такая фигня с ним происходит. Я не знаю, что это. Может, он просроченный. Кто знает, для чего красят поддоны изнутри. То есть так бы красили только снаружи, а внутри оставался вот такой вот блестящий, как зеркало. Для чего их красят? Для того, чтобы потом, когда смывали на гарш, краску сняло, что ли. Хотя краска тоже не мешала. Я специально оставил вот здесь вот немножечко краски, чтобы посмотреть. Димексид его отмоет. Даже если он его снимет, то этот маслоприемник не забьет. Я так думаю. По крайней мере, я так думаю. Ну, посмотрим. Лаковое отложение. Все-таки ничего нихрена здесь не отмыло, да, вот это все? Вот здесь, вот видно вот здесь. Вот они. Устанавливаем новый поддон на его законное место. Смешиваем димексид с маслом. Залили целых 5 флаконов. Вот кто скажет, что за херня такая с димексидом? Почему он так взялся льдом? То есть при совсем положительной температуре, там, я не знаю. Смотри, прям кисель какой-то получается. Масляный. Ну что, запускаем на киселье на этом масле. Лампочка сразу погасла, вижу. Так, ну работает. Сейчас пускай он немножечко нагреется. И тогда будем смотреть уже, что сделает димексид с маслом. Первое время масла не поступало, пока димексид был густой. Походу, такое масло осталось, его и кидаем. Ну запускали мы без масла, нормально. Сейчас она может, даже если нам забило что-то, масло приемли. Поработать, пускай без масла не надо. Мне кажется, сейчас разогреется, будет нормально. И уже через несколько минут все наладилось, и масло работало нормально. Обалдеть, смотри, как с чайником, причем пар холодный такой. Он не горячий, холодный. Как разограясь называется, West Coast Custom? Минюм. Минюм, как минимум West Coast Custom, да? Там, где проводят такие эксперименты. Решили подышать свежим воздухом, а то димексидом пахнет слишком сильно. Сейчас посмотрим, как она отмыла или не отмыла. Далее снимаем крышку. На первый взгляд никакого эффекта. Ну, по сути дела, да. Как она была, так и осталась. То есть нету такого эффекта до металла. Может, надо, чтобы она больше поработала? Сейчас, зато Соляр себе покажет. Не, ну все равно она вот сколько промывок до металла. Она была же прям здесь покрыта этим лаком таким. Ну да. Но после того, как мы начали отмывать все тряпкой или кисточкой, стало понятно, что нагар легко смывается. Но надеемся, что дизель все отмоет. Вот он металл здесь. С дымком прям таким, да? Это уже третья у нас промывка получается за все это. Так, ну что, приступаем к заливке солярки. В солярку добавим немножечко масла, чтобы не совсем их проработало. Хоть чуть-чуть смазываем вот там. Чуть-чуть, да? Хватит, наверное? Да, вот так. Заливаем топливо в двигатель. Так, ну запуск у нас с соляркой, с дизельным топливом. Пробуем, запускаем, посмотрим, как погаснет лампа. Так, вы огнетушители приготовили? Да чего я, да здесь что вытолкает. Да здесь что вытолкает, пускай там горит, да? Запустили, лампа сразу погасла, моментально. Так, ну пока ничего не видно, не разбрасывает. Аккуратненько газонем. Ну вот, вот, пошло, да? Пошла солярочка, пошла! Все, пошло, теперь минут 15 пускай поработает на солярке. А потом сольем, посмотрим, насколько она очистилась. И посмотрим коленвал, насколько он чистый или грязный, а все, что с ней произошло. Запах соляры присутствует, мы пытаемся выяснить, как она попадает в цилиндры. То есть получается, наверное, попадает через патрубок с сапуна, да, через впускной коллектор туда. Но вроде бы двигатель работает нормально. Так, даже если соляра попадает в цилиндры, двигатель работает стабильно, не глохнет, по крайней мере. Посмотрим, что будет дальше. И тут стала загораться лампа давления масла. Серьезно? Как только давали обороты, все пропадает. Все. Загораться? Двигатель заглох Мы стали рассуждать, почему двигатель заглох Было несколько версий Либо дизель попал через кольца И проходил в камеру сгорания Либо солярка все отмыла и пропало трение в коленвале И вкладыши прилипли Выкрутили свечи, они были мокрые Стало немножечко спокойнее Но не будем гадать, сольем солярку И посмотрим на вкладыши Заодно посмотрим, как она все отмыла Солярка очень грязная У коленвала посмотрим, отмыло или не отмыло То есть у нас есть образец Краска вот эта не сняла Вот она даже пытается сковырнуть Должен быть легкий, да? Конечно Либо у него вообще смазка не осталась Сняли крышку жатуна четвертого цилиндра И видим, что со вкладышами все нормально Небольшая полоска на поверхности Но для этого пробега это норма На коленвале тоже все ровно Обычно именно с четвертого цилиндра начинается масляное голодание И задиры А у нас все нормально Ну вы видели, да? Что вот смотрите Вот коленвал нормально же Смотри Здесь такой нагар был Прямо на этом, видишь? Весь нагар оттирается очень легко Если потереть Но чтобы солярка все отмыла Нужно еще несколько таких промывок Ставим все на место и заливаем новое масло Лампочка горит Лампочка долго горела, но погасла Ну, смотри, димексид работает Ну вот, димексид очень чистый Видишь, все видно, чистенькое Масло чистое Все, движок живой отмыли Мы его нормально все Все работает Все хорошо, вы все видели сами Ладно, поехали домой Будем делать выводы Из этого всего, что мы сделали Вот так, друзья Вот такие вот тесты у нас сегодня Что мы поняли из этого выпуска О том, что димексид не работает Как смывка старой краски Он просто так не смывает краску То есть он должен очень долго Поработать в двигателе Чтобы вспучить или поднять старую краску Ни одна из промывок не очищала двигатель Прямо до белого металла Потому что все равно оставался налет Который приходилось счищать Либо соляркой, либо бензином Ну, используя кисточкой, либо тряпку И еще то, что солярку можно заливать двигатель Она очистит ваши отложения Но только это можно делать недолго Ну, у нас сегодня двигатель заглох И заглох он, скорее всего, потому что Солярка через кольца пропадала в цилиндр И происходило неправильное воспламенение И все Потом, когда мы поменяли масло Все остыло Мы просто залили новое масло И завели И все было нормально Один из моих подписчиков В комментариях посоветовал мне Один такой способ Очистки двигателя соляркой Как они делали раньше Когда солярка была дешевой, государственной И двигатели тоже были казенными Они заливали солярку в двигатель В склянь Прям по самое горлышко Закрывали крышку И заводили двигатель И сразу, как он написал Сразу можно увидеть Откуда пойдет солярка Откуда она выдавит Ну, уж такой метод, конечно, я не стал бы проводить Это уж в крайнем случае Если я хотел бы убить свой двигатель Но так как я еще буду ездить на этом двигателе Я буду просто на нем проводить эксперименты Интересные эксперименты Которые вам бы понравились И которые я мог бы применить В последующих своих выпусках Кстати, этот двигатель никогда не прогревался И вы видели, в каком состоянии Распредвал И в каком состоянии вкладыши на коленвале Кстати, скоро, очень скоро будет выпуск Про прогрев двигателя Обязательно не пропустите его И вообще смотрите канал Накаченные колеса Не пропускайте ни одного выпуска Ставьте обязательно лайк под этим видео Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на группу ВКонтакте и Инстаграм Будьте добры на дорогах Увидимся с вами в следующих выпусках Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok